так друзья мы ушли с прогулочной части высокого берега как раз заканчивается этим кафе парус многоэтажками здесь хотели снять жилье нас по ценнику не устроило около 60 тысяч в месяц вот и мы спускаемся вниз вот по такой набережной а на под откос смотрите какие товарищи сидят прикольные море глазкой гладкой очень удобно будет снимать возможно даже микрофона не понадобится не будет задувания ветра в мембранку вот я вчера здесь вечером гуляла здесь про это не проезжей части здесь уже нет здесь все закрыто здесь пешеходная зона и дальше пляжик то здесь для тех помните я вначале говорила грустно вам приезжать с ребенком отдыхать топ или на коляске там не спуститься так вот оказывается ходят люди вот сюда идем в сторону вот этих гор тут либо вдоль по набережной в общем насколько хватит сегодня будет безумно тепло даже мне жарко я к чему что представьте как себя в июле чувствую я реально человек который тяжело жару переносит сегодня очень много купающихся на улице 25 температура воды примерно такая же грех не покупаться не закрыть купальный сезон тоже как повторюсь уже завтра все начинается дождички потом похолодание наверно уже и пора ну на этой неделе ноябрь у нас дмитрий юрьевич идет обвешенный всей атрибутикой стройки развернули нашу мобильную студию и будем снимать мы идем именно сюда рабочий день в офисе у нас рабочий день и мне нужна связь то есть мы можем снимать например да там группа 15 минут сняли как у 15 минут сняли я там делаем перерыв и быстренько залезла собственности ответил дальше а если снимать куда мы с вами ходили самый первый день то там вообще нет связи не телефонный не тем более сотовой это вот такой моментик скалы глушит сейчас где мы идем обсуждаем касаемо вообще акватории черного моря насколько она глубокая вы знали и правда я не знал потому что сказал что указывается черное море есть огромные впадины где залежи по моему сероводород надо изучить эту тему и в общем они еще до сих пор есть момент который мы изучим нужно для кого-то покажется это дико но правда нет ну не копалась я для себя в этой поэтому для меня такое и не открытие а новое то что дима сказал хочется почитать по этому поводу изучить вообще хочется куда-нибудь сюда лежачок и сидите один большой жирный минус по работе у норы расслабляет и хочется сбежать релаксировать ножки покупать и так далее поэтому вот вчера да целый день сидела плохо с другой стороны обидно что на улице солнышко тепло ты сидишь хочется и по морю прогуляться то здесь нужно четко делать себе тайминг и делать баланс чтобы получился именно такой эффективность чтобы была и рабочая и отдыха гостевой дом либо гостиницей бас она там отель часов против видно гим чаек до кто роду бы как летом вену тут снимать с тобой вот здесь здесь не там обрыв кстати очень страшный там написано он принимает а я тут снималась вчера ну это видео чуть чуть низ камеры еще до крутой тут залезть каменный там работе там люди ходят куда-то там залезешь уголок куда-нибудь час чтоб никто не упали сейчас поищем другую локацию пусть упадаешь против ну да давай подальше народ очень много летом не уже думал вот риску покупающихся это буи нет вон человек плывет это один остальные пуги стали будете его нащупает я теперь бодрячок мне пришлось несколько дубли мы снимали про один из наших продуктов саверина волна с концентрат клеточного сока пихт такая флакончик ему на бостра вы часто видеть у меня в инстаграме stories он помогает адаптироваться помогает при простудах при дискомфортах терпкая штучка и ну то есть нужно было продемонстрировать как я это применяю не пришлось мне вместо одной пипетки выпить несколько потому что детки лезли в кадр и теперь я такой бодренький пингвин поэтому я теперь надолго наш критик у нас мама любит нас смотреть а да бабушка наша и она высказала небольшое заражение почему вы не показываете может пожалуйста а вот и грани показываешь на снимать сам я не могу больше я могу снимать сам вот специально для мамы мы показываем вот пляж 40-летие победы сорокалетий победу звать галька где-то местами большие где-то маленькие булыжники нельзя удобно ли тут купаться не могу сказать мне завозу ну вот и прошли ой не прорезь бейзболочку за ног и правильный блок и про надел смотри люди как по дорожке куда храбкать эти дорожки гордый козел и вот отсюда и так удачно наши съемки прошли кто хочет узнать как не вку как можно легко обойтись без сладкого без жамок мы сняли как раз по этому поводу обзор он выйдет он выйдет скоро на канале прозор заходить смотрите при помощи только двух таблеток пусть будет так таблетка ассоциативный ряд что-то что-то лечит не пусть будет так при помощи двух капсул вам будет не очень хотеться покушать сладкое пирожное вот дима дима кстати живой пример очень живой пример потому что раньше я вообще не мог жить у меня постоянно дома что-то было печенье печеньки соглашусь да сухарики тортики таскал из магазина потому что когда монтаж делаешь ну все равно чем-то надо какой-то не рост занять а какое-то машинальное действие должно не до семечки вот эти опять же а сейчас у тебя что завтрак обед и ужин да и кстати искренне вам скажу не наигранной правда не хочется всего же две таблетки в день и вы чудесным образом забывайте желание кушать сладкое чудеса сплошные есть там чудес так все чудесно для мне чудеса на самом деле чудес нет а здесь все легко и просто когда организм просят сладкого вредненького и вкусненького он таким образом сигнализирует ребят не хрома не хватает дай пожалуйста и сладко вот там кое чуть-чуть пытается добывать ну какой-то о господи а так и живем вот а здесь а продукт про который мы снимали знаете хром липазы спортивной линейки а там хром хелатной форме плюс экстракт мамортики который очень хорошо работает с регулировкой сахара в крови все зеленый чай и электрокок который помогает тонизировать организм что сказал по матам да а в двух словах это волшебство волшебство кто не хочет особенно вдаваться в химозу это не химоза там натуральный продукт кто хочет также как я переходите смотрите у димы конечно сколько у тебя сейчас результат килограмм 5 наверное да я весил до того как начал употреблять хром хром липазу 107 килограмм да я уезжал 98 килограмм сейчас вы собой весы нельзя поэтому я вам не скажу сколько вешать но по-крайней мере из дома смотрите до элементарной экономии из дома пропали все сладости раньше дима если уходил в магазин обязательно возвращался с тортом либо с каким-нибудь рулетиком ну че-нибудь вот с таким вот сейчас это дома все меньше и меньше ну ты сейчас что жуешь а ты фруктики грызешь во время вот когда да я вот неожиданно тебя последний на осенью подсел на дыньку я прям штуки две одно съедал по вечерам виноград кстати в этом году у меня очень зашел что они еще не могу сказать что по всем 35 годам ранее что я именно такое способен осенью кушать я бы я обычно не вообще по фруктам я равнодушен тоже быстро не наелся уже прям вот вот так ой а можно можно ну давайте мы за дой и с вами посмотрим как это получится я на каблуках то вот смотрите ребята вы меня необычную находку нашли на берегу черного моря обычно вроде кроссовок за это издалека да но он необычен он оброс и не знаю но это как это называется раку не ракушки тут как бы кальциевым народа роста и это возможно кроссовок побывал морельки кстати как у меня моя любимая марка тайм морельки до на мир эльки да потому что это единственная моя марка которую я способен со своим плоскостопием носить и вот кроссовок его прибила морем сюда и он тут существует теперь на береге как стоит бэкстейдж бэкстейдж у нас за то время как мы приехали в анапу камеру можно сказать практически не включается то обзоры то в лохе и так далее так далее у нас компьютер морская работа сейчас круглосуточно работаем работаем на работаем но давайте хватит слов и ближе к делу татьяна павловна решилась зайти в море и штаны поднимем другом ну давайте поддержим ее аплодисментами и лайками и комментариями я готов потратить пять минут вашего внимания чтобы татьяна вам продемонстрировала пока она решается пройти дальше я вам скажу почему я не лезу я очень теплолюбивые животные я даже летом боюсь море заходить особо так как кошак вот так вот ваше ощущение девчонки женщину это привыкнешь я привыкнешь они ушли в зрительный зал после того как мы посидели часика два у моря посмотрели заход солнца поработать доносевший батарейки доносевший батарейки мы заказали заказали меню мы хотим оценить какое качество тут барабули ну мы вам теперь покажем то что мы заказали уже в действительности подождите немножечко извините нас ради бога мы наверное находясь мобиль голодный черноморском побережье уже неделю немножко ночи начали расслабляться не подтверждать свои действия как действиями да мы уплели 300 грамм барабулечки и порцию митий и порцию митии в сливочном соусе к сумме не вам только остается верить нашим словам камера влах можно знать после мы торопимся короче барабулька вкусная перед этим мы когда отужили в дельмару встречались нашими грандамы а то мне понравилось больше честно там кстати даже подешевле хотя сама центр анаполь но здесь интересно здесь прямо берегу на берегу моря и много-много котиков которых мы накормили барабулькой целая семья кошка и три кошка маленьких а папа нет и папа на это дробалку был рыжий поэтому на рыбалку он пошел вот поэтому мы сделали приятно с полезным сами покушали дали другим чтобы якобы не выбрасывали это все на помойку мы все будет в дело в работе до голову хребет и хвост и помчались мы дальше работу работать один юрий чуть немножечко будет часа отдыхать потому что он уже не монтировался до зеленых суперек сколько можно я работать буду завтра завтра будем мы стать наполнены воевать за компьютер мне надо монтировать все что у нас нет это цель месяца когда цельный месяц закрывать нельзя завтра как свечку получится можно с котиком обратно и не прошу нет котиков больше не будет спасибо хватит а собачек и собачек и тараканов и все что движется она останется тут где живет хорошо хорошо всем доброе утро точнее уже обед мы так плодотворника сели поработать что даже под застряли дома сейчас мы уезжаем вот наша бибиша кстати кто-то там писал комментарий телефон твой у меня что в сетевом заработать нереально ну вот он результат за 7 месяцев работы но это отдельная лирика в общем мы сейчас едем куда страшное место дима куда страшное место едем высоко снимать обзор по двум продуктам сайберинга использующий момент пока на улице вот такая красотища тепло солнышко обещали что с сегодняшнего дня будут дожди похолодания пока тепло будем надеяться что еще чуть-чуть еще нами и еще до недельку еще до месяц очек то наверное уже вряд ли сегодня ровно неделя как мы приехали но это реально ребят плодотворно прям за эту неделю сделал очень очень много чуть на что обычно в обычной жизни не хватало времени а в армии нашей мы это время нашли сейчас юрьевич развернет мой кораблик надеюсь меня не задавит не задавил лепота откроет воротики я сяду что ли здорово ты будешь здорово вообщем отключаюсь и покажем куда на какие горы мы полезем потом дайте что можно не знаю классно ну проверь окей поехали адрес кузнаешь насрали класс ребят я вам сейчас такое покажу я чуть не обсекалась кстати проймушу полноприводный справился со всеми горами смотрите куда мы приехали вот кстати где мы были на смотровой площадке нет это получается суп-супех вот эту тучку собирает снимать тем я включила камеру ты смотри на дорогу просто меня к тебе вопрос вот еще такие замороченные как мы запереться и знает куда ну местные знают она по этой лысая гора просто мы чуть-чуть не доехали смотровой площадки нам принципе тут понравилось а так если по даче проехать там будет смотровая площадка лысая гора называется сейчас мы едем в другое место тоже на возвышенность снимать один отбор да меняем локацию тоже на микрофон наш справились да да хорошо нет ветер отсекли дать а эти было вообще михаушка ну как раз таки вот михаушки на как такой михаушку таких еще такое все воли дима вот как с ним жить дико все время в тонусе держат она интересна вообще пипец как интерес да реально не расслабишься какой-нибудь человек сюрприз просто некоторые говорили как тебе повезло с мужем конечно же молился мужем нет молилась боженьки нет и молился боженьки мне вот такой достался агром не карма блин какая то что ли вот так про седы и живут едем в анапские тучки кстати это пять километров от анапа тем судя по указателю и ветерок ребят такой не хиленький поднялся на горе что попробуем и спуститься можно мы сейчас что с тобой ищем 2 локации для съемок ну а скоро будем снимать либо наверно в квартире либо в офисе удалось уже дождик уже с улицы выгодит ставят нас дома сидит ну ребята красиво вот индустриальная часть там вазик заехал мы будем еще заезжать экстремально давай попробуем есть варианты а если скажу нет не поедем что-то не скажет хорошо разворачиваюсь мы не едем я дальше поехала там вообще смотровой площадке там людей много там один он вазик он уедет там люди где мы потом снимать будем заедем смотри как тут красиво с этой стороны там этот карьер наверное там какие-то разработки да ямки не мы не поедем что не поедем а там узко там блин мы не это рискованно колеса провалили еще дорога исходя из опыта в прошлого раза я уже одела на себя кроссовки наш красавец идет смотри какой красивый у тебя даже футболка в цвет машины черная с серебром скоро ты свои шортики снимешь одень в теплые рейтузы саранск не охота почему а дети вот детей бы можно было переместить праймик ползем пока мы ползем напишите комментарии куда мы ползем может кто знает может и ползтик не надо я к тому что может сюда и ползтик не надо было можно было голову не чесать мы поднялись это поклонный крест показать очень надеюсь что что-то слышно поговорю погромче надо было микрофон назвать хотя на мне их так уж бы теперь очень интересная форма крест пойдемте почитаем вот дмитрий юрьевич и всемогущий но против ветра он ничего сделать не смог еще учится поехали мы дальше скорее всего наверно к морю потому что ветрище аж холодно стало друзья погоды против съемок я хочу ответить а точнее сказать попросить даже диму ответить на самый популярный вопрос который стал последнее время маять нас в ю тубе когда особенно нас выходит какой-нибудь популярный обзор например новинки прогулка по магазину да почему у нас так много рекламы дима так еще такой алчный это очень философский вопрос то и не на одну минуту если вы хотите послушать его отвечу халявы нет в жизни вообще да по идее ну да мы с вас не просим вообще ни копеечки не спонсорного у нас нет ни донатов поэтому есть рекламу youtube чтобы ограничить рекламу youtube покупайте подписку премиум 200 рублей в месяц стоит и вы вообще в ю тубе не увидите ни одной рекламы у нас и такие же подписки да да мы все семьи пользуемся от одного аккаунта одного до один аккаунт на всю семью и никто не парится по поводу рекламы то есть ты платишь 200 рублей и на всех устройствах которые у нас все это с другой стороны я могу ограничить рекламу вообще полностью перестать выпускать выпускать рекламу но я сделаю закрытый канал с входом 500 рублей вам это надо на дмитрий никому а то уже на ежемесячная оплата это никому не надо надо поэтому ребята проявляйте совесть не хотите там есть кнопочка пропустить рекламу не смотрите а самую частоту рекламы я не могу повлиять у ребят вопрос не касаемо даже количество касаемо не касаемо вообще реклама к своему количеству то есть количество ты как владелец канала не регулируешь вообще никак не могу я только могу включить и выключить у меня вот рубильник просто показывает рекламу да или не показывает рекламу поэтому если я поставлю дублер выкал я сделал канал закрытым уже чисто для любителей но логичнее оставлять канал открытым а кто хочет покупает у ютуба премиум мой собачку кто ругается здесь подумайте пожалуйста головой это тоже нас хлеб мы не можем на чистом вот энтузиазме вот это прямо ехать в краснодар тратить деньги на бензин туда-обратно это время тратить если был youtube какую-то копеечку нам не платил мы вообще этим занимались конечно это тоже доход не сильно большой доход я лучше бы прежде чем как вы тут ехать икею снимать я больше сделаю полезным в своей работе более я смогу у меня как часы заработаю как час как-то так уж не помню как я плату и валют часов заработать у меня больше сейчас выходит чем ездить в икею снимает вот поэтому здесь друзья нет никакой меркантильности и алчности это алгоритмы ютуба либо мы пользуемся вообще кстати youtube реально это халява столько информации можно найти на площадке это клавиш там там все есть и если не нравится реклама просто тупо и и отключить за 200 рублей вот но 200 рублей и 8 денег жалко нажмите там есть 5 секунд 15 идет рекламу нажми пропустить это напрягает вот это вот выкол до пропустить ну дима смотри вот 200 рублей твой телефон мой телефон старшего ребенка телефон планшет еще два компьютера до хрена устроить за 200 рублей ребят проще 200 рублей кабанетку заплатить и не париться поэтому вот наш вам ответ касаемо youtube и я давно тему хотел поднять потому что сейчас вышел обзор посмотрим икея краснодар и опять полетели эти комментарии почему у нас реклама здесь кстати youtube сам распознает популярные видео или не популярные но но и дает как раз вот если видите дофига рекламы да вот в определенном канале допустим ну блин реклама за рекламу это знаете что это годный контент то есть youtube любит дарит ну это дурак что он тоже как и все хочет заработать деньги это нормальное явление это при помощи алгоритм как глубина просмотров и так далее он там читает сейчас алгоритм уже умные давно стали он делает чистоту показывает рекламу больше если годный контент если не годный контент рекламы там никто усе все поняли все мы пошли дальше